Лучший мастер в Маргелане, лучше не сыскать. Это ветеран, действительно, по шелководству Пулат Акеа, коротко здесь по-узбекски говорят, а так Пулат Юлдашев, помните, у нас в каталогах есть и так далее. Вот мы сейчас сняли видео, как идет откорм, все процессы, и вот после откорма все это вот сюда привозится. Вот Пулат расскажет и по качеству, и что здесь делается, зачем сюда привозят и так далее. Здравствуйте, ну здесь, как вот Шпротека сказал, первоначально корм, потом это уже начинается наматывать, грена начинает наматывать кокон. Ну это кокон мы сюда привозим, их готовим на, грубо говоря, усыплять. Мы будем усыплять нежно, правильно? Чтобы из этого кокона бабочка не вышла. Ну, после того, как этот процесс высыпления произошел, то есть, дальше что происходит? Это в печи происходит, да, насколько я понимаю? Да, на печи. Вот я там вижу, вон там стеллажи. А эти женщины чем занимаются сейчас? Что они делают? Они сейчас делают, копируют бракованные коконы. А как отличить бракованные коконы от не бракованного? Каким образом это все делается? Ну, скажем, да. Вот как от браковка идет, чтобы наши ткани были вот самыми лучшими, да? Это хороший копон, а это бракованный. А почему он желтый? Ну, потому что вот за счет того, что... У той густинцы, в которой неудачное пищеварение произошло, получается вот такой желтый. Мы вот это рядом стояли. Да, или свихлись там, или еще что-то. А куда от браковку деваете потом? Это от браковку обратно за перерабатывание. На переработку? Да. А что из него делается потом? Вата шелковая. А, шелковая вата и так далее для вот этих одеял шелковых. Да. Наполнители, да, делаются? Ну, а из отборного то, что вот вы сейчас показываете? Из отборного у нас шелк-средцы. Вот из этого уже изготавливается ткань, правильно? Да. То есть нити и ткань и так далее. Подписывайтесь на наш канал. Спасибо. Освязывайте Horroқfordips. ied